МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Писатель Владимир Короленко приехал в Кишинев в июне 1903 года, через два месяца после печально знаменитого еврейского погрома. Короленко считал своим долгом откликнуться словом на это безобразное событие, но приехать раньше не мог из-за болезни и смерти матери. Несколько дней Короленко будет ходить по Кишиневским улицам. Везде бросались в глаза разбитые двери и окна, но убитых, изуродованных евреев на улицах не было, их успели похоронить. И разорванные свитки Торы тоже похоронили в специальном склепе. Короленко многое уже не увидел. И вообще одному человеку восстановить в деталях картину такого бедствия невозможно. Короленко поступил так. Он разузнал, расспросил и описал историю только одного еврейского дома. Дома номер 13 по Азиатскому переулку. Там была настоящая бойня. Того дома уже давно не существует. И этот старинный еврейский дом из местечка под черепичной крышей тоже наверняка скоро исчезнет. Но дом номер 13 сохранится в русской литературе. Очерк Короленко о Кишиневском погроме так и называется. Дом номер 13. Из-за цензурных ограничений первое издание очерка вышло за границей в Берлине. Писатель не знал об этом. Книжку ему прислал неизвестный доброжелатель, в кавычках, со своими пометками. На обложке он сделал надпись. Сочинение жидовского наемника, продажного клеветника Короленко. КОНЕЦ Как все города и местечки юго-западного края Российской империи, Кишинев, центр Бессарабии, был многонациональным городом. Здесь жило много молдаван, а еще больше евреев. Занятия евреев были очень разными. Ну, конечно, торговля. Но не только, ведь больше половины города не может торговать. Как и везде в Кишиневе были евреи-ремесленники, мастеровые, извозчики, и еще врачи, фельдшеры и непременно учителя по-еврейски Меламеды, преподававшие в хедерах и школах Тору и религиозные еврейские законы. Меламедам община платила немного. Тем не менее, это были очень уважаемые люди. Чего не скажешь о многих богатых евреях. Конечно, они были на виду, как всегда и везде, и у всех народов. Жили богатые евреи, конечно, не в таких домах. Тем не менее, только мудрец по-еврейски, хахом, знаток Талмуда, вообще книжный, ученый человек, имел в общине исключительное значение. Часто это было даже более значительное лицо, чем раввин, служащий в синагоге. Таков был в двух словах еврейский мир. Мир своеобразный, со своими традициями, культурой. А рядом, как везде, был христианский мир. Как складывались их отношения? На мой взгляд, неразрешимых проблем не было. Тем более, христианское население давно сжилось с евреями. И наоборот. Конечно, отношения были не безоблачными, не надо идеализировать, но соседскими, а где-то очень-очень душевными, таких случаев сколько угодно. Основных поводов для конфликтов и столкновений христиан и евреев было два. Во-первых, это классическое еврейское ростовщичество. Евреи давали деньги в рост. И большинство местных христиан, даже землевладельцев, были у евреев в долгу. Кроме того, евреи занимались так называемой сыпкой хлеба. Иными словами, покупкой пшеницы с вазов у крестьян, которые привезли ее в Кишинев в базарный день. При этом мухлевали достаточно. И даже более чем. Да что там говорить, если в самой еврейской среде это занятие считалось небезгрешным. Ведь сельский мужик везде. Он только у себя в деревне расторопен и рассудителен. Ну вот, поехал в город, где домов и народу много. И растерялся. Сельский производитель. А торговцы евреи тут как тут. Берут его тепленького. При этом заморочат голову, обвесят. Только держись. Даже если сильно сгустить краски и считать сыпку хлеба настоящим грабежом, хотя это не так, но допустим, это обстоятельство не может быть оправданием погрома. Не может категорически. Нехристианское это дело. И точка. Но и чисто житейски. Судите сами. Никому же не придет в голову ради борьбы с русским кулаком-мироедом или с разбойником разрушать весь русский мир. Зачем же разрушать весь еврейский мир? Только потому, что часть евреев, небольшая часть, занимается махинациями в хлебной торговле. А теперь снова вспомним Короленко и его очерк, дом номер 13. Кем были несчастные жители этого дома, перебитые погромщиками? Это были простые труженики, которые не имели никакого отношения ни к сыпке хлеба, ни к ростовщичеству. Здесь убили стекольщика. Убили бухгалтера Несензона. Он ходил по лавкам и ставил там бухгалтерию. Тут был Горовец, который работал когда-то в больнице, остался без места и теперь бедствовал. Среди жителей этого дома было два приказчика. Один работал в галантерейной лавке, получал там 48, а другой 35 рублей в месяц. Небогаче их был и столер Мовша. Он работал в мастерской, держал там трех работников. Таково было население этого дома номер 13. Всего около 48 человек, если считать с женами и детьми. Первый день Кишиневского погрома совпал с первым днем христианской Пасхи, 6 апреля 1903 года. И это не случайность, и непростое совпадение. Здесь раскрывается самоубийственная суть, избиение и насилие над евреями. Когда отец Иоанн Кронштадтский из газет узнал о событиях в Кишиневе, он воскликнул. Какое тупоумие русских людей, какое заблуждение, какое неверие, какое непонимание величайшего христианского праздника. Вскоре в Житомирском соборе епископ Антоний будет наставлять свою паству, которая так же, как в Кишиневе, жила бок о бок с евреями. «Страшись, христианин!» – говорил он. «Страшись обижать священное, хотя отвергнутое племя. Страшная Божья казнь постигнет тех злодеев, которые проливают кровь родственную Бога человеку, его причистой матери и пророкам». И вот я думаю, как бы поступили отец Иоанн, епископ Антоний, окажись они в те дни в Кишиневе, смогли бы они словом, молитвой остановить безумную толпу. А если бы смогли? Во всяком случае, я более чем уверен, что они бы вели себя как-то иначе, не так, как местный кишиневский архиерей. Он не стал нарушать привычного праздничного распорядка. Он делал визиты, посещал первых чиновников губернии. Он поздравлял, его угощали. А тем временем на улицах города текла кровь. Это был второй, самый ужасный день погрома. Прежде в Кишиневе погромов не было. Население было спокойным, незакоренелым в разгулах. Оно втягивалось в погром постепенно, шаг за шагом. В первый день били стекла в окнах еврейских домов. Молодые люди, подростки шли по улице и бросали в окна все, что попадалось под руку. Потом занялись имуществом евреев. Пока только вещами. Их выбрасывали на улицу и крушили. Ну, тут побили несколько евреев. Но до последней черты в первый день дело не дошло. К вечеру погромщики разошлись по домам. Устались непривычки. И город затих до утра. В первый день власти сделали худшее из того, что они могли сделать. Они бездействовали. Губернатор вообще не покидал своего дома. И погромщики ощутили себя хозяевами города. На следующее утро их взбодрил слух, что якобы из Петербурга пришло разрешение бить евреев. И власти не будут препятствовать им в этом деле. Вот тогда в Кишиневе началась уже настоящая кровавая оргия. Несколько озверевших толп двигалось по разным районам города и крушили по пути все еврейское. Бедные дома, копеечные лавки, богатые магазины и особняки. Одновременно на глазах у полиции и военных патрулей начались убийства евреев. Мужчин, женщин и детей за людьми охотились, их ловили, доставали из погребов, с чердаков, сбрасывали с крыш, кидали в грязь. В городе после дожди, особенно на окраинах, было много луж. Людей били, а потом добивали ударами по голове. Многих оставляли искалеченными. А потом оказалось, что порядок можно навести буквально за несколько минут. Достаточно отдать четкий приказ войскам и разрешить применять оружие. При этом никто в России не поверит в бездарность и беспомощность местных властей. Виновником Кишиневского погрома общественное мнение назначит министра Плеве. на самом деле известие о Кишиневском погроме явилось для министра внутренних дел Вячеслава Плеве полной неожиданностью. Как бы я ни относился к Плеве, не могу себе представить, чтобы он прямо или косвенно способствовал этим ужасным событиям. Подобные подозрения плод больного воображения в очередной раз дала себе знать враждебность русского общества к власти. Враждебность, прямо скажем, болезненная. Никто ведь не станет утверждать, что Плеве был лучшим другом всех евреев. Но и антисемитом он тоже не был. Плеве был российским бюрократом и не самым худшим бюрократом. Когда-то при Александре Третьем он сумел остановить волну народовольческого террора и теперь не собирался капитулировать перед теми, кто убил его предшественника министра Сипягина. Задачей Плеве, как бюрократа, как министра внутренних дел было навести в России порядок, добиться спокойствия. И потому он был искренне возмущен беспорядками в Кишиневе, возмущен бездействием местной власти и незамедлительно принял необходимые меры. По высочайшему повелению были уволены бессарабский губернатор, полицмейстер и начальник местного охранного отделения. Плеве лично проинструктировал нового начальника Кишиневской охранки, родмистра Заварзина. Губернатор и вы должны работать совместно и всячески ограждать население от насилия. Подобные явления совершенно недопустимы. О каком-либо сокрытии кишиневских событий тоже не могло быть о речи. В Кишинев для организации следствия был назначен директор департамента полиции Лопухин. О его либеральных взглядах было известно еще тогда, когда он занимал должность харьковского прокурора. Для общества он был вне подозрений. То же самое следует сказать о вновь назначенном в Кишинев губернаторе князю Урусове. Тоже либерал, впоследствии еще более поливевший. Будущий член Кадетской партии и депутат Государственной Думы. На еврейский вопрос у князя Урусова был вполне определенный взгляд. Необходимы немедленные реформы, в первую очередь отмена черты еврейской оседлости. Об отношении князя к погромам и говорить нечего. Резко отрицательное. А вот теперь о самом министре о Плеве. В своих мемуарах ротмистр Заварзин задает простой и резонный вопрос. Мог ли Плеве, избрав себя в сотрудники Лопухина и Урусова, быть организатором погромов? Ну зачем искать тайные пружины кишиневских событий в Петербурге? Все гораздо проще. Погром готовился непосредственно в Кишиневе, причем совершенно открыто. Этим занималась газета «Бессарабец», единственная местная газета на русском языке. Ее издавал господин по фамилии Крушеван, а редактором был некто Романенко. Личность примечательная. В свое время член исполкома революционной народной воли. В этом качестве он успел написать прокламацию, которая приветствовала еврейские погромы 1881 года. Как видите, с национальным чувством у деятелей Бессарабца было все в порядке. Убежденные антисемиты. И газета была соответствующая. Все местные проблемы на страницах газеты решались очень просто. Виноват жид. И совершенно не обязательно, чтобы эту газету читали все будущие погромщики. Достаточно, чтобы она вдохновляла организаторов, людей типа нотариуса Писаржевского, молодого, образованного и богатого человека. Однако отвечать за содеянное и оказаться в ряду арестованных громил, убивших около пятидесяти евреев и искалечивших несколько сот кишиневских жителей, ему Писаржевскому оказалось не с руки, как-никак интеллигентный человек. И он застрелился в самый разгар следствия. Зато перед началом кишиневского процесса другие интеллигентные люди из петербургской газеты «Новое время», который заправлял сам Суворин, решили поддержать кишиневских громил и их правое дело. Газета доказывала, что и в данном случае виноваты сами евреи. Именно они спровоцировали драку в первый день Пасхи. И они же начали громить христиан во второй день. Христиане были застигнуты врасплох. Если следствие это еще не установило, то суд преждевременен. Тот, кто писал весь этот бред, тоже, наверное, считал Короленко жидовским наемником. Как это часто бывает в провинции, между чиновниками, в том числе между первыми лицами города и губернии, сложились в Кишиневе приятельские отношения. губернатор, полицмейстер, прокурор считали своей приятной обязанностью навестить приболевшего начальника охранного отделения ротмистра Заварзина. Приедут, поиграют в винт, поужинают, обсудят кое-какие дела, новости. А душой этой компании неизменно оказывался доктор Лившиц. Еврей, конечно. Он лечил все Кишиневское начальство. А кроме того, был человеком добродушным, остроумным и образованным. В свое время он закончил Венский университет. Там ему предлагали остаться, заняться научной работой, но он любил свой Кишинев и вернулся. Потом над ним подсмеивались, что он променял профессорскую мандию на мамалыго. Если кто не знает, это каша национальная молдавская еда. Когда закончился Кишиневский процесс над участниками погрома, у Заварзина, как обычно, собралась дружеская компания. Сели за карты, однако на этот раз играли и разговаривали как-то отстраненно. Чувствовалось, что все думают о другом, о процессе. Но воздерживаются говорить об этом, чтобы не испортить вечер. В конце концов, все-таки не выдержали, испортили вечер. Стали обсуждать еврейский вопрос в свете кишиневских событий. Губернатор, князь Дмитрий Сергеевич Урусов попросил доктора Лившица высказать свое мнение. Уверяю вас, добавил губернатор, что мной двигает непраздное любопытство. Доктор будет говорить долго. Прежде он всячески избегал подобных разговоров. Они были для него тяжелы. Вот и теперь, решившись, он не сможет усидеть на месте, отойдет к окну. Но выскажет все, что было у него на душе. Кто организатор погромов, спросите вы? Я отвечу. В этом вопросе нет технической подготовки со стороны властей, но мораль, укоренившейся в Петербурге, такова, что крайне правой шовинист, всегда ярый юдафоб, находит благосклонное к себе отношение от министра до городового включительно. Вот почему эти элементы действуют безнаказанно и смущают дегенеративные отбросы интеллигенции черни. Упустительство в этих вопросах ярко проявляется. Говоря о подобных печальных обстоятельствах, доктор Лившис, несмотря ни на что, смотрел в будущее с оптимизмом. Еврейство, продолжал он, входит в культурные государства земного шара. Верю, что не пройдет и столетие, как еврейство полностью ассимилирует в тех странах, которые стали его второй родиной. Ведь на наших глазах у евреев исчезают курьезные одежды, прически, нелепые обычаи и тому подобное. Закончив говорить, доктор вернулся на свое место. Все молчали. И никто не спешил прервать затянувшуюся паузу. Первым заговорил Владимир Николаевич Горемыкин, кишиневский прокурор. Он был пациентом доктора Лившица, в них были приятельские отношения, но в данном случае он сказал доктору не только приятные вещи. По вопросу о погромах я на вашей стороне, но в каждой вашей фразе чувствовалось, что вы одно, а мы другое, и что для понимания нам друг друга чего-то не достает. Прокурор говорил об этом с явным сожалением, к тому же доктор расстроился. Так ведь сожалеть и расстраиваться тут не о чем. Сожалеть и даже раскаиваться нужно о погромах, а то, что в одной компании за одним столом оказались люди, принадлежащие к разным культурным традициям, русские и евреи, что ж тут худого. Напротив, это замечательно, что разные люди могут свободно общаться, при этом русский не забывают о том, что он русский, но и еврей не говорит о странных обычаях своих единоплеменников и не мечтает об ассимиляции. Ведь ассимиляцию чаще всего понимают как потерю национального лица, как приобщение к абстрактной европейской культуре. Но кому нужна такая ассимиляция? Когда еврей перестает быть евреем, а русский перестает быть русским. когда нет полноценного культурного диалога, который всегда обогащает и потому столь желателен. Вы спросите, а к чему приведет такой культурный диалог? Каков будет результат? Скажу прямо как есть. Не знаю, что будет я не знаю и никто не знает. Знаю только чего не будет. Погромов не будет, не будет бешеного антисемитизма, не будет подозрительности. Я даже скажу, что можно ожидать. Можно ожидать, что в русской культуре будет больше левитанов, франков, гершензонов и пастернаков. Увы, следует признать с сожалением, что в начале 20 века к культурному диалогу по большому счету была не готова ни русская, ни еврейская интеллигенция. Но об этом в следующем выпуске исторической программы «Кто мы?» в цикле «Еврейский вопрос. Русский ответ». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok